кто ответит за базар на данную продукцию отсутствуют документы подтверждающие качество и безопасность власти проверили несанкционированные рынки лишнее надо сми реализовать куда куда мне девать чем опасно стихийная торговля от правды не сбежишь в осиповичском районе водитель пытался скрыться с места смертельного дтп в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 317 насколько мужчина был пьян четко спланировал но прогорел житель орши вынес пол машины чужого добра куда теперь присядет автовор это сирена громкие чп за неделю страшная правда из жизни города мы уложимся ровно в 10 минут засекайте сезон овощей и фруктов в разгаре на сним и бум нелегальной торговли и пусть ритейлеры устраивают акции дни бешеных скидок всегда найдется тот кто любит огурчики от бабушки у магазина там как не крути свое домашнее но в погоне за натуральность можно оказаться на больничные койки поэтому борьба со стихийными рынками не прекращается только за этот год в бобруйске вынесено 34 предупреждения татьяна горбач проинспектировала магазины на асфальте под открытым небом без обеда и выходных стихийный рынок на пересечении строителей ибатова всегда готов принять покупателей на улице плюс 30 а на импровизированных прилавках овощи фрукты ягоды зелень торгуют из багажника авто на деревянных поддонах картоне или вовсе на земле но сегодня базар на асфальте пришлось срочно сворачивать сюда нагрянули с проверкой документы что у меня свое разрешение предприниматель вы или кто какая свой огород физическое лицо да да цены здесь обычно невысокие и многие желая сэкономить охотно покупают продукты с претензией на натуральность есть спрос есть и предложение с нарушителями закона борются рублем штраф до трех базовых сейчас кодекс административных правонарушения он носит в основном такой профилактический порядок и в первую очередь мы применяем ну освобождаем на первый раз от ответственности вынося постановление с предупреждением а бабушки увидев проверяющих спешно сворачивают свой нехитрый бизнес можно конечно торговать по правилам пройти флюорографию взять справку о том что продукция выращена на приусадебном участке но уличные торговцы пока не торопятся за рыночные прилавки почему вы торгуете как почему лишнее надо сми реализовать куда-то куда мне девать его переработать они могут одни жалуются на магазины на асфальте другие за них голосуют кошельком и здесь лотерея повезет не повезет о соблюдении требований санитарных норм речи не идет продукция неизвестного происхождения да и условия хранения товара далеки от идеала особенно когда столбик термометра бьет все рекорды продукция которая продается в несанкционированных для этого местах с земли опасно для тем что она будет заражена может быть заражена инфекционными агентами также на данную продукцию отсутствуют документы подтверждающие ее качество и безопасность реализовывать продукцию со своего огорода можно и нужно цивилизованно для этого все есть не обязательно идти на рынок в городе действует 15 открытых площадок на 130 продавцов платить не надо да и свободных мест хватает здравствуйте как идет торговля торговля сегодня идет не очень людей маловато а так вот продаю излишки со своего огорода помидорчики огурчики груши яблоки перчик малинку тенечки сидим все хорошо с начала года управления торговли совместно сотрудниками увд и санстанций провели более 30 профилактических рейдов вынесли 34 предупреждения двух продавцов привлекли к административной ответственности борьба с несанкционированными рынками продолжается но решение проблемы есть выбор всегда за покупателями приобретать качественную и безопасную продукцию или положиться на авось татьяна горбач дмитрий шевцов станислав чечерин сирена одним мусор другим доход в бобруйском районе задержали мужчину который незаконно перевозил металлолом в ходе рейда вблизи деревни горбацевича правоохранители остановили микроавтобус в кузове они обнаружили почти две тонны черного металла общая сумма краденого 540 рублей ранее 48-летний житель глуши уже привлекался к ответственности смертельно пьян в климовичском районе пенсионер не справился с управлением и съехал в кювет местный житель с ушибами переломами носа и ребер доставлен в больницу мужчина был пьян а свидетельствование показала 1,4 промилле алкоголя более того он не был пристегнут ремнем безопасности в ответе не только за свою жизнь в осиповичском районе водитель пытался сбежать после дтп в который погиб пассажир 34-летний житель столицы потерял контроль на закруглении дороги ситрейн съехал в кювет и врезался в дерево после чего мельчанин скрылся но и вот искали через два часа мужчина был нетрезв а свидетельствование показала 1,4 промилле в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 317 уголовного кодекса республики беларусь это нарушение правил дорожного движения лицом управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повлекшая по неосторожности смерть человека 46-летний пассажир скончался в машине скорой помощи проводится проверка не уследил в кировском районе на дорогу просыпалось 4 тонны зерна урожай перевозил 43-летний водитель маза ехал ночью и не заметил как у автомобиля открылся кузов злаки рассыпались примерно на два с половиной километра впоследствии шофера остановили сотрудники гаи мужчина получил предупреждение но в случае повторного нарушения ему грозит штраф до 128 рублей в чашском районе сотрудники сельхозорганизации взяли работу на дом а вот сотрудники бэб в ходе рейда в сфере а пока выявили факт кражи колеса от комбайна уже на следующий день по подозрению в краже были задержаны работники этой же организации 43-летний слесарь и 29-летний начальник авто мех колонны выяснилось в конце июня они вывезли колесо от тех неисправного комбайна и продали его за 30 тысяч российских рублей в отношении мужчин следователями возбуждено уголовное дело выследил и вторгся мужчина украл из чужой машины вещей на 10 тысяч рублей милицу обратился 33-летний бизнесмен могилевчанин рассказал из его машины припаркованы ночью дома была похищена техника и строительные инструменты на общую сумму около 10 тысяч белорусских рублей сыщики выяснили в чужой авто проник 49-летний житель орше ранее уже судимый за кражу мужчина долгое время наблюдал за микроавтобусом затем около двух ночи взломал замок и вынес все что посчитал нужным после уехал домой однако мужчину удалось быстро разыскать похищено изъято и возвращено владельцу возбуждено уголовное дело это была сирена но больше новостей ищите на нашем канале в ютюбе и соцсетях я кристина рианц увидимся через неделю и и и и